Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады вас всех приветствовать на нашем сегодняшнем мероприятии. Спасибо всем, кто уже успел присоединиться. Спасибо за интерес к нашему курсу. Спасибо вам за то, что вы выделяете свое время на то, чтобы поприсутствовать и поучаствовать в нашей сегодняшней лекции. Меня зовут Артем Малых, я руководитель Мафун Академии. Мы сегодня вас приветствуем на тематической лекции нашего онлайн-курса «Финаугры России и в XX веке «Язык права человека. Власть». Этот курс посвящен рассмотрению переломных событий в истории финно-угорских народов в XX веке. И мы на этом курсе пытаемся посмотреть на то, как ключевые преобразования, трагедии и такие фундаментальные процессы XX века, какое они имели преломление для наших народов и какой след они оставили и какое направление развития нашим народам они придали. У нас сегодня наш докладчик, кандидат экономических наук Владимир Адольфович Кокко, также заместитель председателя общества Инкерин Ли То. И тема нашей сегодняшней встречи — депортации ингерманланских финнов 1942-1944 годов и их последствия. Я думаю, что эта тема принципиально важная, как для самих ингерманланских финнов и для финно-угорских народов. Я думаю, для всех Россия она важная и, на мой взгляд, она чрезвычайно мало известна широким кругам нашей публики. Мало кто знает о том, что вообще была депортация ингерманланских финнов. Более того, никто не знает, скорее всего, что, по сути, ингерманланские финны прошли через две депортации и мало кто в курсе того, какие трагические последствия имели эти депортации и как долго этот несчастный в этом плане народ не мог вернуться на свою родину и обрести покой на той исторической территории, на которой он долгие годы проживал и для которой он по праву является коренным населением. Ну что ж, давайте приступим к слову Владимиру Адольфовичу и спасибо большое за его готовность выступить у нас сегодня. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Приветствую всех, кого действительно интересуют судьбы финно-угорских народов России. Сегодня мы поговорим об ингерманланских финнах. Я думаю, что Артем совершенно правильно говорил, что не все знают об их депортациях, но огромное количество населения в России вообще не знает о существовании такого национального меньшинства, как ингерманланские финны. Пару слов о себе. Я представляю добровольное общество ингерманланских финнов Инкерин Литта. Больше половины жизни активно участвую в ингерманланском национальном движении, занимал в нем разные руководящие посты. Сейчас уже, когда, так сказать, силы на исходе, стараюсь от всех руководящих постов потихонечку избавляться. Но вот по-прежнему являюсь заместителем председателя, и давайте здесь сделаем уточнение, Санкт-Петербургского общества Инкерин Литта. Дело в том, что Инкерин Литта это такая зонтичная организация, которая имеет как бы свои подразделения, эти подразделения иногда называются по-разному, но вот в Петербурге, наверное, самое большое отделение, и самое активное, я надеюсь, и вот в нем я имею честь быть заместителем председателя. Но, пожалуй, так как тема большая, и мы надеемся на дискуссию после моего выступления, давайте перейдем сразу к делу, и, наверное, закончим на этом мое представление. Я обещал рассказать хоть немножко о том, кто такие ингермаланские финны, потому что совершенно уверен, что не все наши слушатели представляют это себе точно. Так вот, ингермаланские финны это в основном потомки переселенцев из Финляндии 17 века. Если вы знаете русскую историю, то в 1617 году между Московским государством и Королевством Швеции был заключен мирный договор. До этого страны находились в состоянии войны. Швеция вмешалась в русскую смуту. Вы знаете, что некоторые претенденты на русский престол пытались найти опору в Польше, другие, как, например, Василий Шуйский в Швеции. Поэтому Швеция оказалась вовлеченной вот в эту смуту. И дело дошло до того, что шведы даже Новгород заняли. Поэтому молодому царю Михаилу Романову пришлось со шведами договариваться. И, естественно, договор для России получился весьма невыгодным, потому что Россия утрачивала выход к Балтийскому морю. И земли, прилегающие к южному берегу Финского залива, южная часть Карельского перешейка, а также северное Приладожье, отошли к Швеции. Шведская власть продолжалась здесь около ста лет. И вы знаете, что эти земли были возвращены России только Петром Первым в ходе Северной войны, которая длилась очень долго и официально закончилась только в 1721 году. Так вот, сто лет шведской власти на Приневских землях означали то, что здесь появляется шведская провинция, по-шведски она называется Ингерманланд, и глядя из Стокгольма, это была очень удаленная такая провинция, было даже такое ее прозвище как Шведская Сибирь, сюда даже ссыльных преступников направляли. Но во время шведского правления земля эта существенно опустела после многочисленных войн, а также из-за того, что местные православные жители со шведской властью примиряться не хотели, масса уходили на Русь. То есть эта земля просто пустела, и для Швеции была проблема вообще как ее удержать. Удержать они ее решили с помощью переселенцев и поощряли миграцию сюда крестьян из Финляндии, в основном крестьян, переезжали люди конечно и иных сословий, и по оценкам шведских исследователей извините финских исследователей в 17 веке сюда в Ингерманландию переселилось около 20 тысяч человек. Вот они принесли с собой новую веру лютеранства. Им удалось ассимилировать часть местных православных карел, православных и жор. И вот за годы шведского правления этническая ситуация в этих краях и конфессиональная ситуация резко изменились. К началу Северной войны около 73% всего населения Ингерманландии это были финоговорящие лютеране. Но со времен Северной войны они стали подданными России. В небольших размерах миграция из Финляндии продолжалась и позднее, например, в 19 веке, во времена Великого Княжества Финляндского это совсем стало просто. Часть таких новых выходцев из Суоби тоже пополнили ряды ингермаланских финнов. В 20-х годах прошлого столетия численность финского населения в Ленинградской области достигала 130 тысяч человек. Свыше 30 финских лютеранских приходов объединяло этих людей. Ну и последнее хочу сослаться на Пушкина, уж это-то все знают, в предисловии, не в предисловии, а во вступлении поэму «Медный всадник» есть такие слова, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, по мшистым топким берегам чернеют избы здесь и там, приют убогого чухонца. Эти слова наверное знают все. Это описание приневских земель до основания города Петербурга. Пушкин наше все, все что там написано, все правда. Где находится эта самая историческая Ингерманландия? Вот как ни странно, такой страны никогда не было, но у нее есть вполне конкретные границы. Северная граница это бывшая финская граница, эта финская граница существовала до 1940 года, а вот южная граница это как раз граница проведена в соответствии со Столбовским миром 1617 года. Ну наверное ориентируетесь, финский залив, Ладожское озеро, Карельский перешеек между ними, так вот южная часть Карельского перешейка, а также земли, прилегающие с юга к Финскому заливу и к Ладожскому озеру, это и есть историческая Ингерманландия. Желтым выделены лютеранские приходы, как видите, их немало, количество их со временем изменялось, вначале их было больше, затем приходы укрупнялись, сливались, разделялись, история такая длинная, но вы помните эту цифру более 30 лютеранских приходов. Артем уже намекал на то, что в 20 веке гермаланские финны, как и многие другие народы, пережили настоящую трагедию. Но давайте начнем чуть-чуть издалека, не сразу с 42 года, а с того, как финны стали неблагонадежными. Царское правительство финнам едва ли не благоволило. Но не знаю почему. Может быть потому, что финны исповедовали лютеранство, а вы знаете, у русских царей, начиная с Павла, было обыкновение брать принцесс, брать себе жен из немецких княжеств, из немецких лютеранских княжеств. При русском дворе служило огромное количество лютеран, поэтому отношение к лютеранам было такое весьма позитивное. Если говорить о самом Павле I, то в Гатчине есть такая милая легенда о том, что Павел I может и не романовского рода, а может вообще ингермаланский крестьянин, потому что якобы первенец у Екатерины умер, и ребенка подменили, взяли его от кормилицы по фамилии Сюгияйнин, ну и так далее. Но вот если говорить о Павле I, то он на свои деньги содержал первую финскую школу приходскую в Калпанском приходе, там же на свои деньги построил каменную церковь, которая до сих пор возвышается там в Малых Калпанах за Гатчиной. Так что русские цари в общем довольно снисходительно относились к финнам. Сам Петр I придумал хорошую систему. Большинство финнов, которые стали русскими подданными, их не раздали помещикам, они были приписаны к государственному двору, то есть они были казенными крестьянами и платили в казну налог денежный, при этом оставаясь лично свободными. Была такая поговорка в Ингерманландии «свободен как токсовский крестьянин», имелось в виду финский крестьянин. Идея Петра I состояла в том, что свободный человек будет эффективнее работать и главное привозить сельскохозяйственные продукты в Петербург, растущий город требовал того, чтобы его кто-то кормил. Однако при Николае II в финских школах, которых было при приходах довольно много, на финском языке оставили преподавание только финского языка и закона Божия. Надо сказать, что Николай II проводил такую достаточно жесткую политику русификации и она касалась как Российской империи, так и национальных окраин, например, Великого княжства финляндского или польских земель. В первые годы советской власти в рамках политики коренизации было очень много сделано хорошего для развития национального образования. Наверное, слово политика коренизации многим вам, интересующимся национальной проблематикой, знакомо. Вы знаете, что это такое. Это такая политика советской власти, когда в рамках каждого национального меньшинства старались вырастить национальную интеллигенцию, такую национальную элиту, которая была бы предана партии большевиков. Вот такая простая, так сказать, идея. Но она принесла много хорошего, потому что создавались новые школы, писались учебники на национальных языках, а многие народы, которые раньше вообще не имели собственной письменности, такую письменность получали. Это вы уже знаете, тут мне не надо ничего рассказывать. Совсем интересно и может быть даже несколько курьезно звучит тот факт, что финский язык не только был широко распространен на территории исторической Гермонгландии, но в 20-е годы его энергично стали внедрять в Карелии. Вот почему в Карелии. Немножко непонятно, но туда были направлены так называемые красные финны, это те финские красногвардейцы, финские политические активисты, которые после поражения в гражданской войне в Финляндии укрылись на территории Советской России. Таких, между прочим, было 10 тысяч примерно. Несколько тысяч этих красных финнов послали в Карелию строить карельскую автономию. Первоначально она называлась Карельская трудовая коммуна. И вот когда встал вопрос о языке, то почему-то там выбрали финский язык. Ну, потому что у финского языка существовала развитая литературная форма, с карельским языком там некоторые проблемы, диалекты столь различные, что очень трудно разработать какой-то единый карельский язык. Вот так вдруг финский язык стал внедряться в Карелии. Его стали преподавать в школах, в университете и так далее. в конце концов появился финский театр и бог знает, что там появилось. Но интересно, что учителей местных не было и их брали из учебных заведений наших. У нас тут был специальный даже техникум, который готовил учителей для финских школ. Национальная политика в стране резко изменилась в 1935 году. В 1934 году, в декабре месяце, как вы все знаете по истории нашей страны, в Смольном убили Кирова. Киров был ближайшим соратником Сталина и Сталин использовал это убийство в своих целях. По всей стране начались репрессии, поиск всяких заговорщиков, поиски неблагонадежных элементов и к этим неблагонадежным элементам относили всех тех, кто раньше служил, например, в Белой Армии, всех тех, кто состоял в небольшевистской партии, а в других каких-то партиях, относили тех, у кого неправильное социальное происхождение, например, из дворян или из духовенства. Но, к сожалению, вот к этим неблагонадежным элементам причислили и национальные меньшинства. Если кто-то изучал национальную политику Советского Союза, то не может не заметить вот этот перелом в национальной политике, который произошел в 35-36 году. После этого ни о какой коренизации никто уже не вспоминал. Наоборот, учебные заведения стали переводить на русский язык преподавания. И у нас об этом есть замечательные воспоминания, истории, замечательные с точки зрения фактологии, но никак не суть конечно была мрачная, потому что вы представьте себе, люди уходили на зимние каникулы, школа работала по-фински, они возвращались с зимних каникул, им говорят, что школа все уже работает по-русски, при этом большинство учащихся русского языка практически не знало, и все начиналось сначала, потом отобрали учебники финского языка, учебники написанные на финском языке, а там были не только учебники финского языка, каких только учебников на финском языке, даже для, были специальные учебники для техникумов, я видел учебник, я не знаю, как это называется, но инструкция по устройству эксплуатации трактора, колхозного трактора на финском языке, замечательные совершенно документы, но давайте продолжим, первые массовые высылки финнов начались в период коллективизации, но собственно не только финнов высылали людей всех национальностей, да, и эта самая коллективизация охватила всю страну, но дело в том, что хозяйство финнов, но благодаря в частности их национальным каким-то особенностям характера, они были весьма трудолюбивы, очень выгодному экономико-географическому положению, потому что рядом был Петербург, и финны возили свои продукты, прежде всего молочные продукты, на петроградские и ленинградские рынки, возили и другую свою сельскохозяйственную продукцию, из моих родных колтушей возили картошку, возили сено, да все возили, и конечно это обеспечивало финнам какой-какой уровень жизни, может быть даже более высокий, чем у местного русского населения, ну а если ты живешь зажиточно, то в годы коллективизации в нашей области, это 1930-31 годы, это было достаточным основанием для раскулачивания, так вот раскулачиванию подверглось не больше, не меньше, как 18 тысяч человек, если вы вспомните цифру 120-130 тысяч человек, это максимальное количество ингермаланских финнов, то 18 тысяч это существенно, согласитесь, часто высылали семьями, но были и случаи, когда высылали только хозяина дома, владельца дома, я это знаю по истории собственного рода, например, моя бабушка была из очень зажиточной крестьянской семьи, и у них выслали только отца, а вот молодых братьев моей бабушки и саму бабушку не выслали, бабушка к тому времени уже успела выйти замуж, да не просто замуж, а еще и за коммуниста, поэтому их никуда не выслали, но вот прадед оказался на строительстве Беломорканала и там погиб, главными направлениями высылки 30-31 годов были именно Хибины и Беломорканал, но что такое Беломорканал все знают, это вот канал, который соединил как бы в единую систему речную и озерную Белое море с Балтийским и с бассейном Волги таким образом могучее сооружение, могучая идея товарища Сталина, а вот Хибины это туда высылали добывать камень плодородия Апатит, может вы знаете, что тогда Ленинградская область была очень такой большой и она включала и Мурманский округ, поэтому товарищ Киров, который руководил всем этим делом, он отправлял как бы из одной части своей области в другую часть людей, чтобы они там на шахтах долбали этот самый камень плодородия, потом оказалось, что там еще и апатиты и фосфориты, из них можно делать не только удобрения, а еще и сырье для алюминиевой промышленности, и у нас появился на Волхове электростанция алюминиевый завод, так что все было таким образом продумано, ну а бывшие крестьяне стали такой дешевой рабочей силой на этих стройках. Вторая волна высылок, она коснулась примерно 25-27 тысяч человек, она прошла в 35-36 годах, это вот как раз после изменения национальной политики во всей стране. в Смольном посмотрели однажды на карту и увидели, что вот граница по Карельскому перешейку с в общем-то недружественной Финляндией, хотя с ней был заключен договор о ненападении в 32-м году, но отношения какие-то были такие не очень, так вот при граничных территориях 85% населения местного составляют финны, мамочки, и вот тогда посчитали, что это нехорошо, что это опасно, и началась так называемая зачистка приграничной полосы, и она продолжалась в несколько этапов, 4 вот лютеранских прихода, вот помните вот эти желтые пятнышки, которые я вам показывал, да, вот эту карту, помните, да, вот 4 прихода Никулясы, Лемболова, Волы, а также половина Белоострова и половина Токсова, они просто опустили, ну просто перестали существовать, там просто не осталось никакого населения, кроме военных, которые строили там укрепления, куда людей ссылали, ну кому повезло больше всего, тех ссылали в центральную Германдию, то есть из одной части Ленинградской области в другую, кому повезло меньше, тех ссылали в Вологодскую область, а вот на ком был хоть какой-то криминал, тех ссылали, внимание, внимание, в Казахстан и Среднюю Азию, где из ссыльных финнов делали хлопкоробов, это был бы отличный анекдот, если бы не было правдой, кстати, там целые колхозы новые образовывались из всякого рода врагов народа, в частности греков, кого еще, корейцев и так далее. Какие нужно было иметь грехи? Вот я вам расскажу конкретную историю одной семьи, это семья из Токсовского прихода по фамилии Пеллинин. Юха Пеллинин, Иван Пеллинин был крестьянином с хорошим наделом земли, хорошо работал, был честным человеком, его избрали председателем колхоза. А вот в 36-м году он загремел в Южный Казахстан, там был такой колхоз Пахта-Орал, вот сплошь состоящий из финнов и других национальных меньшинств. За что? За то, что кто-то вспомнил, что в начале 20-х годов он использовал на своем картофельном поле наемную рабочую силу. Если добавить, что это наемная рабочая сила была из Финляндии, то история приобретает совсем анекдотический характер. Но тем не менее, этого было достаточно его, как эксплуататора, отправить туда, в Южный Казахстан. Кстати, когда они туда пребывали, местные жители их приветствовали словами «Здорово, убийца Кирова». Все они там числились убийцами Кирова. Тысячи и тысячи людей. Но в 35-36 году, как я вам говорил, изменилась национальная политика, было отменено обучение на финском языке, были закрыты финноязычные газеты, журналы, а их выходило полтора десятка в Ленинградской области. А вот о масштабах преподавания на финском языке вы можете судить примерно так. Было около трехсот учебных заведений, которые работали на финском языке. Большинство, примерно 250, это были начальные школы. Начальные школы это 4 класса обучения, но это обучение шло на финском языке. Были средние школы на финском языке, но было два техникума на финском языке. Один техникум педагогический, он сначала был в Гатчине, затем его переместили в Ленинград, а другой техникум был сельскохозяйственный, и он работал в приходе Рябова, по-русски Рябова. Это сейчас город Всеволожск. Ну, кто тут поближе с географией нашей области знаком, тот знает Всеволожск. Кстати, на том месте, где находился этот финский сельскохозяйственный техникум, там до сих пор профессионально-техническое училище, в котором учат сельскохозяйственным специальностям, на том же самом месте. В Ленинграде был, естественно, финский театр, он был закрыт. В Ленинграде было издательство Кирья, оно было закрыто и переведено в Петрозаводск. Кстати, финский театр тоже был переведен в Петрозаводск. Вот так, по политическим причинам, как-то вот этот центр финского языка и культуры вдруг куда-то стал смещаться в Петрозаводск. Это вообще-то город, где жили русские и карелы, причем здесь финский язык, не очень понятно, но вот так. Большой террор 37-38 годах затронул людей всех национальностей и всех слоев общества, как вы знаете, это была страшная кровавая мясорубка. Точных данных нет, но по оценкам от 8 до 10 тысяч финнов отправились в ГУЛАГ. Вот вы эти тысячи складываете, 18 плюс 25 плюс 10 и отнимаем от 120 тысяч. Это все существенный ущерб для относительно небольшого национального меньшинства. Отправились в ГУЛАГ. 2-3 тысячи ингермаланских финнов было расстреляно. До сих пор точных данных нет. Дело в том, что есть так называемый ленинградский мартиролог, где мы примерно знаем, что вот такие-то люди были расстреляны. Иногда известно, где они были расстреляны. По национальности финн, но среди расстрелянных было очень много финляндских финнов, так называемых красных финнов. И иногда трудно определить, где какой финн. Это финн местный или это финн красный. Кроме того, ингермаланские финны же тогда уже жили и в Карелии. Их было не так много, но все-таки они там были. Сколько их там было расстреляно. В общем, эти расстрельные статистики, к сожалению, такая весьма приблизительная, но это оценки хороших исследователей, на которых можно полагаться. В 37-38 году репрессирована была практически вся ингермаланско-финская интеллигенция. То есть, что это была интеллигенция? Какая это была интеллигенция? Это были литераторы, это были журналисты, это были учителя. вот это на них обрушились эти репрессии. Очень малое количество среди них, среди образованных ингермаланских финнах, очень малое количество выжило. К интеллигенции ингермаланской нужно отнести и священников нашей лютеранской церкви. Они начинали страдать еще в начале 20-х годов. Большевистская власть очень жестко проводила такую атеистическую политику, борьбу с религией, воинственную, воинственный такой атеизм. И дело доходило до того, что на Всюрингер-Монландию оставалось в середине 30-х годов всего несколько священников. И тех всех репрессировали, а кого не репрессировали, того либо выслали, либо они сами бежали в Финнадию. Все финские лютеранские церкви были закрыты. Все. Я думаю, что это не единственный случай, наверное, в советской истории. Может быть, еще есть какие-то конфессии, которые потеряли все свои храмы, все свои молитвенные учреждения. Допускаю, наверное, может быть, может быть, буддисты потеряли все, может быть, я не знаю, пятидесятники потеряли все, я не знаю. Но сам факт, что более тридцати церквей были закрыты, это впечатляет. И вот это все довольно печальная история, и казалось, что вообще финнам быть очень страшно, и никому финны не нужны, вроде как бы в Советском Союзе. Но все повернулось в тридцать девятом году наоборот. Вдруг ингермаланские финны потребовались в тридцать девятом году. Если вы знаете, в конце ноября тридцать девятого года, тридцатого ноября началась Советско-финская война, подготовка к ней велась в Советском Союзе заболговременно, и мой дед, как и другие военнообязанные ингермаланские финны, в середине ноября получили повестки, их записали в какую-то народно-освободительную армию Финляндии, потому что на советской стороне было подготовлено правительство, вы, наверное, знаете, его называют в истории Терриокское правительство во главе с Отто Вилле Кусениным, такое марионеточное правительство, которое должно было возглавить будущую демократическую Финляндию. Так вот, всех военнообязанных ингермаланских финнов, мужчин, призвали под знамена этой Кусениновской народной армии. Правда, эта армия была предназначена для того, чтобы принести Красное Знамя в Хельсинки, ну, как знаете, с этим ничего не вышло, и правительство Кусениновское развалилось, да, и сама армия рассосалась, и моего деда тихенько-тихенько перевели из этой самой армии в обыкновенную Красную Армию, где он служил в ходе всей Второй мировой войны. Ну, вот, война 1939-1940 года, так называемая Зимняя война, вы знаете, чем закончилась, Финляндия потерпела поражение, сохранила свою независимость, потеряла значительные территории, и вот эта вот война, которую называют Советско-финской войной, она часть на самом деле той огромной трагедии, которая называется Вторая мировая война. Давайте не будем никогда забывать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939-го года, нападением фашистской Германии на Польшу, и закончилась 2 сентября 1945-го года подписанием Японии капитуляции на Тихом океане. И вот внутри этой Второй мировой войны было множество фрагментов, одним из которых является вот эта Советско-финская война. Ну, а самая тяжелая трагедия всей Второй мировой войны, это, конечно, Великая Отечественная война. Великая Отечественная война стала испытанием для всех народов нашей страны. Как вы знаете, лето и начало осени 1941-го года это период, когда очень быстро наступали немецкие войска, и каждый, кто живет в Санкт-Петербурге, в нашем городе знает, что 8 сентября 1941-го года фашистские войска заняли город Шлиссельбург. Если видно стрелку, я не знаю, видели стрелку, так, наверное, показывают. Вот здесь город Шлиссельбург, и таким образом немецкие войска отрезали Ленинград от континентальной части страны. началась блокада Ленинграда. Вот эта карта, которую каждый должен знать и понимать, что такое блокада Ленинграда. Обратите внимание, что вот эта вся территория, эта территория, занятая немецко-фашистскими войсками, большая часть территории Ленинградской области была занята фашистами. Финская армия, а Финляндия в 1941-1944 году была фактической союзницей фашистской Германии. Финская армия наступала на Карельском перешейке, но остановилась на старой финской границе. Что-то вы вспоминаете, вот где-то здесь она и проходила. Вот здесь остановилась финская армия и не пошла дальше на Ленинград. Вот эту карту военной ситуации нужно обязательно знать, чтобы представлять себе, что же было потом. С началом войны мужчины ушли на фронт. Мужчины всех национальностей, в том числе финны ингермаланские, все ушли на фронт. В деревнях остались старики, женщины, дети. А вот тут нужно обратиться к логике властей. Финляндия воевала против Советского Союза. Поэтому в Смольном сразу с началом войны стали готовить планы депортации неблагонадежных народов. Оказывается, народы бывают неблагонадежными. в Ленинградской области к ним причислили финнов и немцев. Но, видимо, на том основании, что Советский Союз воевал и против Германии, и против Финляндии. Значит, наверное, все финны и немцы потенциальные изменники. Я напомню при этом, что мой дед, например, с 22 июня по самый конец войны воевал с первого до последнего дня в военно-воздушных силах, то есть воевал в Красной Армии, он был офицером Красной Армии. Его две сестры, которые остались в кольце блокады, были причислены к неблагонадежным. Интересно, какие основания? Огромное количество финнов и немцев ушли на фронт с началом войны. Планы были самые, что не есть, обширные. 26 августа 41 года военный совет Ленинградского фронта принимает решение о депортации, но как это тогда называлось, принудительной эвакуации. в решении было записано, что этой принудительной эвакуации подлежат 88 700 финнов и я сейчас не помню, какое количество немцев. Вот такое количество финнов надлежало вывести в Сибирь и Казахстан. Но 7 сентября началась блокада и осуществить эти планы не удалось. Вот когда сложилась та ситуация, которую вы видели на карте, большая часть финского населения оказалась на оккупированной немцами территории. Но в кольце блокады смотрите, кольцо блокады, вот это нынешний Всеволожский район, это южные пригороды Петербурга, это нынешний Ломоносовский район, в кольце блокады осталось около 28 тысяч финнов, около 10 тысяч немцев. 20 марта 42 года принимается повторное постановление военного совета Ленинградского фронта о депортации этих народов. Вот дата этого решения, его номер, можете проверить, здесь представлены. Что это на практике означало? На практике это означало, что выселению подлежит все финское население, несмотря на возраст, состояние здоровья, людям разрешалось взять примерно столько с собой вещей, сколько помещается на саночке, идти пешком, например, на станцию Мельничный ручей во Всеволожске, оттуда их везли на поезде до Ладожского озера, до Осиновца, там их пересаживали на машины и везли через Ладожское озеро по знаменитой и каждому человеку, живущему в России известной дороге жизни. Но это был конец марта. Конец марта, как вам с ледовой трассой. Выглядела она примерно вот так, как здесь на картиночке. Машины шли практически по воде, из-за этой воды не было видно, а где собственно трещины, где пробоины. Машины некоторые уходили под воду. Люди, которые сидели в кузовах, они только вообще молились и не знаю, это был страшный переезд, о котором у нас сохранились воспоминания в разных видах, записанные. Вся вот эта операция по вывозу 28 тысяч финнов она длилась примерно две недели. Вот конец марта и самое начало апреля 42-го года. Все финны по дороге жизни были отправлены в Сибирь. Но дорога эта была, вы представляете, какая сложная. То есть, значит, как-то добирались до Ладожского озера, вот сохранились сведения о том, что везли из Ленинграда по железной дороге, из Всеволожска по железной дороге до Осиновца, там дальше на машины, на машинах через Ладожское озеро, дальше опять в железнодорожные вагоны и дальше в Сибирь. Дорога иногда длилась до полутора месяцев. Это не только железнодорожный переезд, потому что где-то там на дальней станции в Сибири высаживали, и путь, оказывается, продолжается дальше по реке, например, по реке Лени. Ну, вы представляете, в каких условиях во время войны людей перевозили в этих самых теплушках. Сколько умерло по дороге, статистика умалчивает. Но это было множество людей. Ясно, что по дороге кормили плохо, давали кипяток, иногда какую-то еду. Про антисанитарии я уже не говорю. Про кишечные болезни это само собой разумеется. дети, а также ослабленные взрослые умирали. Сколько, неизвестно. Финов размещают в разных местах в Сибири, но большинство в Красноярском крае и Якутии. До Якутии везли. Направляют финнов на тяжелые работы. Ну, вот, например, в Красноярском крае многие работали на лесозаготовках. В том числе, вы помните, кто это? Это пожилые люди, которые не попали на фронт, это дети или подростки, и это женщины. Вот вы всегда это помните, на лесоповале, вот такая рабочая сила. Власть не доверяет финнам. И летом 42-го года финнов с фронтов списывают в трудармию. Правда, это дело не коснулось военспецов, так называемых, ну, то есть офицеров, военных специалистов, но рядовой состав списывают из армии в трудармию. Трудармия это одно из подразделений ГУЛАГа. Я уже говорил, что главные районы размещения финнов спецпереселенцев, позднее их станут называть административно ссыльными, это Красноярский край и Якутия. На севере Красноярского края и в Якутии тоже из финнов формируют преимущественные женщины рыболовецкие бригады. Вот здесь есть фотография такая, но тогда люди не сильно фотографировались, поэтому это уникальная фотография, она из центральной Якутии, из местечка Тит-Ары на Лене, где вот такая существовала женская рыболовецкая бригада. Кто-то другой работал на лесозаготовках или в шахтах. Об этом есть воспоминания, и я особенно хочу порадоваться за наших, так сказать, собратьев Якутии и показать вам вот книжку. Они издали вот такой двухтомник воспоминаний, он посвящен как бы блокадникам ленинградским. Так вот, второй том, второй том, он называется всегда в памяти потомков. Это как раз вот воспоминания тех, кто был вывезен из блокады в Якутию. Здесь 85% всего текста это воспоминания финнов. Списанные с фронта летом 42-го года финны красноармейцы направлялись в трудармию. Это одно из подразделений ГУЛАГа. Их отправляли на Южный Урал. Там под руководством Берии строились какие-то очень важные военные и говорят даже атомные объекты. Ну, какие условия там были для жизни вы можете себе представить. Условия для жизни там были самые ужасающие и каких люди, конечно, умирали массово. Что же происходило на оккупированной территории? Мы, собственно, вот сейчас в теме нашей 42-44 год. Гатчино становится фактически центром оккупационной администрации. В городе размещался и штаб армии Север, в городе много немецкой администрации. В городе и районе создается сеть концлагерей. Для красноармейцев это были лагеря смерти. Они были в основном небольшие. Иногда для этого использовались, я не знаю, какие-нибудь заброшенные колхозные коровники. Вся Гатчина знает о том, что был один небольшой двухэтажный дом, в котором держали красноармейцев такой небольшой лагерь для них в самом городе Гатчине. И когда там начался цепной тиф, немцы просто заколотили двери и окна и сожгли это двухэтажное здание вместе со всеми военнопленными. Но в Гатчине было полно беженцев, потому что по деревням прошла война, зима 1941-1944 была очень голодной, поэтому для беженцев шли в Гатчину, потому что там можно было хоть какую-то работу найти. Там немцы организовали трудовые лагеря. На территории Гатчинского района было только одного Гатчинского района было несколько десятков лагерей, и в них погибло около 80 тысяч человек. В Гатче не вешают и расстреливают. К лету 1943-го года, например, все еврейское население 5400 человек было уничтожено. На оккупированной территории, и фашисты сосчитали, проживают около 60 тысяч финнов. Чтобы там проживать и передвигаться по территории, вообще, нужно было иметь немецкий документ Ausweis. Без него невозможно. Голодная зима 1941-1942 года. В общем, это население надо как-то кормить, немцы его сильно кормить не желают, и даже позволяют колхозникам продолжать работу, если хотите продолжать, но работать некому и нечем, потому что женщины, дети, технику уэли, или ее разрушили, помните, был приказ, что врагу ничего не оставлять, так что неизвестно чем и как работать. Больше того, немцы говорят, что желающим мы дадим по одному гектару земли, только постарайтесь прокормить сами себя. Но голод 1941-1942 года был серьезным. Немцы пытаются местное население склонить на свою сторону, особенно активно в 1942 году. Они дозволяют открыть церкви, православные и лютеранские. Открывается несколько лютеранских церквей. Они ведут активную пропаганду, рассказывая, как хорош новый порядок. Они пытаются агитировать людей на работу в Финляндию, вывозят на работу в Германию, на работу в Германию. И русских, и финнов. Сколько вывозят? Неизвестно. Количественных данных нет. Для молодых финнов оказывается открыт путь коллаборационизма. То есть, они могут вступить в охранный ост-батальон 664. Около 300 молодых финских парней идут служить в этот немецкий охранный батальон, который охранял железнодорожные пути подлога. Вы знаете, большая война, она же всегда, так как и большая гражданская война, и любая война, она делит любые народы пополам, и большие, и малые, и малые тоже. И среди финнов оказываются те, кто оказываются на службе у немцев, а другие ведут партизанскую борьбу. Партизанские отряды на территории Ленинградской области создаются в основном под руководством Ленинградского обкома партии, это такое организованное движение, они снабжаются неплохо, и вот командиром одной из партизанских бригад, которые действуют на территории Волосовского и Гатчинского района, был наш соотечественник Александр Ингенен. Вот, пожалуйста, финн, начало депортации финнов. Значит, начало 43-го года, представьте себе, что такое начало 43-го года. Начало 43-го года это под контролем фашистского рейха, гигантская территория от, я не знаю, там, от Бискайского залива до Волги. Бои в Сталинграде продолжаются, неизвестно еще, чем они кончатся. В начале 43-го года немцы активно занимаются планированием того, что будет на оккупированной ими территории, на захваченной ими территории. То, что касается исторической Ингерманландии, немцы планировали для себя, для собственной колонизации. Было придумано даже территориальное название для этой единицы, для этой территориальной единицы. Зидлунгсмаркен Ингерманланд. Колонизация означает заселение этой территории немцами. Ни ни русское, ни финское население здесь им не нужно было. И вот тогда же, в начале 43-го года, немецкие и финские власти договариваются об эвакуации финского населения в Финляндии. Вот то, что они договорились, просто нет никаких сомнений и даже, так сказать, разногласий. Но никто не может до сих пор найти документа, вот где вот этот вот, где эта бумага, где обе стороны подписались. Ее пока не нашли, ни в финских, ни в немецких архивах. Но то, что договоренность, и не только устная, конечно, а и письменная, существовали, в этом нет никаких сомнений. Финские власти воспринимают всю эту операцию как такую логистическую, создают специальную структуру во главе с профессором, даже таким человеком маловоенным, да, специалистом по логистике, завали его Пентекайтера. И вот с начала апреля объявляется на оккупированной территории всем финнам о возможности выехать в Финляндию. 5 мая 43 года из Гатчины в Клогу отправился первый поезд. Отправлялись эти поезда с Балтийского вокзала, в Гатчине два вокзала, один из них называется Балтийский. Отправляли эшелонами, вот на этой картинке вы видите, как люди летом, летом, наверное, да, 43-го года с вещами, только кого-то привезли на мошенник, вот они пересаживаются в эти вагоны и отправляются на запад. И многие уже думают, а что же такое Клога? Клога это немецкий концентрационный лагерь недалеко от города Палдиски в Эстонии, а Палдиски это морской порт знаменитый. Вот вам описание Клоги. Этот лагерь был создан немцами еще осенью 41-го года в Эстонии в очень таком логистически удобном месте, потому что, во-первых, железнодорожная станция Пылкиюля, а во-вторых, рядом морской порт. И этот лагерь служил для многих целей. В нем, например, был лагерь уничтожения евреев. Они там, правда, работали, работали на износ, они там пилили лес, но на доске пилили стволы, и когда уже сил никаких не было, и они уничтожались. Я был в Ад-Яшеме, в Иерусалиме, вы знаете, это знаменитый музей Холокоста в Израиле, и там лагерь Клога указан как лагерь уничтожения евреев. Таким образом, Клога это настоящий фашистский лагерь. В 43-м году сюда, в бараки, стали перевозить финнов. Надо сказать, что бараки для финнов стояли отдельно от еврейских, и между ними было расстояние, ну, примерно в километр. Первыми в Клогу, кстати, еще до мая месяца привезли осиротевших детей, детей-сирот финнов. В лагере кормили плохо, медицинского обслуживания не было никакого. Из вот этого лагеря для финнов, ну, он охранялся. Все было обнесено колючей проволокой, у ворот стоял часовой, с винтовкой или с автоматом, уж не знаю, и его задача была не выпускать из лагеря никого. Не выпускать, потому, что немцы очень боялись распространения болезни. Прежде всего, конечно, сыпного тифа. Людей не выпускали. Но дети, они же дети, они всегда просачивались, и они проползали под проволокой, и чтобы обменять вещи какие-то на продукты. Что еще в Клоге проходило? В Клоге люди проводили от нескольких дней, ну, если уж совсем повезло, нормально несколько недель, а те, кому не повезло, несколько месяцев. Смертность была очень высокой. В Клоге заполнялись карточки на каждого человека. Глава семейства давал расписку в том, что он едет в Финляндию добровольно. Тогда, когда объявили о возможности переезда в Финляндию, объявили, что он добровольный. И поначалу действительно у главы хозяйства, у главы семьи брали расписку, что едет добровольно. Но вот эта добровольность, она, знаете, какая? Вариант такой, либо ты от голода умираешь вот здесь, либо ты едешь в Финляндию. Так что эта добровольность весьма и весьма условна. В октябре 43-го года немецкие и финские власти договорились о спешном и тотальном вывозе всех финнов из Ингерманландии. Но ситуация на фронтах менялась. Октябрь 43-го года это уже после Курской битвы, да? Уже понятно, к чему идет война. В конце ноября 43-го года в Клоге скопилось 14 тысяч финнов. Это в 10 раз больше, чем имелось мест. Люди, что называется, спали друг на друге в повалку. Холод, голод, смерти. Корабли не справлялись, корабли приходили и увозили людей в Финляндию. Корабли не справлялись, люди ждали отправки до двух месяцев. Сотни людей умерло. И сегодня недалеко от места этого лагеря есть кладбище, есть мемориал, на котором похоронены те, кто умер в концлагере Клога. Из Палдиски морем финнов перевозили в Финляндию. Обычно через город Ханку, известный многим, наверное, портовый город. Последний рейс в Финляндию корабля, там было несколько кораблей, самый известный, который все запомнили, назывался Аранда. Последний 17 июня 44 года, то есть до лета 44 года вся эта операция продолжалась. В Финляндию перевезли 63 тысячи человек. Вот тот, кто был внимательный, тот сейчас задаст вопрос, как? А финнов ведь было только 60 тысяч. А дело в том, что с финном, если у финна была супруга или супруг иной национальности, то он тоже мог ехать. Но самое удивительное, что почему-то в 43-44 году право на переезд в Финляндию имели также такие национальные меньшинства нашего региона, как и жоры, и вожане. Это совсем уникально. Ни до, ни после финны никогда не считали ни ижорян, ни вот своими. Ну, результат к 44 году финнов в историческом Геманландии не осталось. Обычно испалдиски привозили в Ханко, 80% всех перемещенных, где людей держали несколько дней для заполнения бумаг, бани, дезинфекции одежды. 2000 человек там примерно было, довольно большой лагерь, но там люди задерживались на несколько дней. Заботились о них лотты, это такая женская организация в помощь армии. Кстати, заместителем начальника этого фильтрационного лагеря в Ханко был Ээропиткенен, самый гермаланский финн. А оттуда после фильтрационного лагеря людей направляли в карантинные лагеря, чтобы проверить не больны ли они прежде всего с этментифом и всякими другими нехорошими болезнями. Да, кстати, вот здесь вы видите, как людей на корабле перевозят. В карантинных лагерях условия содержания были приличными, Финляндия нуждалась в рабочей силе и среди гермаланских перемещенных лиц преобладали женщины, старики, дети. Трудоустраивали сообразно имеющимся трудовым навыкам. Большинство попадали на частные фермы, потому что гермаланские финны все-таки сельскохозяйственный народ и они ничего кроме сельского хозяйства не умели делать, кроме сельскохозяйственных работ. Среди промышленных предприятий, куда трудоустраивали, вот можно перечислить те предприятия, что я здесь написал, патронный завод в Лапуа, артиллерийский завод в Ювяскюля, завод Тампелла в Тампере, верфь в Суоменлине, ЦБК в Тайне, Онковский и так далее. Местные власти относились к гермаланским финнам настороженно. Гражданство этим перемещенным лицам Финляндия не предоставила. Внимательно над ними следила, так сказать, сыскная полиция, специальная полиция, ВАУПО, ВАУПО, так она называлась, в те времена. В конце января 1944 года Гатчинский район был освобожден, а летом в ходе мощного наступления Красная армия разбила финские войска на Карельском перешейке и в Карелии. 20 июня был взят Выборг, кстати, взят очень быстро, буквально за несколько дней. После взятия Выборга Финляндия запросила мира, 19 сентября 1944 года в Москве был подписан договор о перемирии. Согласно одной из его статей, Финляндия обязывалась вернуть советских граждан в СССР. В декабре 1944 года это возвращение началось и продолжалось оно, честно говоря, довольно долго, до 1948 года. В Выборге уже людям стало ясно, что повезут не домой. В Выборге проводился обыск, дальше двери теплушек закрывались и людей везли в Центральную Россию мимо родных деревень, разместили в пяти областях Центральной России. Вернулись из Финляндии в Советский Союз около 55 тысяч. Около 5 тысяч бежали в Швецию и очень немногие остались в Финляндии. После войны ленинградское руководство сочло возвращение финнов и гермаланцев на родные места нецелесообразным. Те, кто после победы из Сибири или других мест ссылок пытались вернуться на родину, возвращались какими-то путями, потом их высылали в 24 часа. Но вот 7 мая 47 года выходит, на мой взгляд, это один из самых позорных решений советской власти, постановление Совета министров вот такой-то номер от 7 мая 47 года, проверьте, который запрещает лицам финской национальности проживание в Ленинграде и Ленинградской области. Из него, правда, были кое-какие исключения. Например, награжденные орденами и медалями ветераны войны имели право проживать. Например, коммунисты, члены компартии имели право проживать в родных деревнях. Но это все, понимаете, крохи какие-то. В 49 году в Карелию из-за дефицита трудовых ресурсов рекрутируют около 20 тысяч этих самых неблагонадежных финнов. Потому что руководство Карельской, а тогда была Карело-финская Советская Социалистическая Республика, в руководстве заметили, что все вроде бы в республике хорошо, только финнов как-то нет. Где же финнов-то взять? Ну вот решили ингермаланцев туда 20 тысяч на работы, на тяжелые работы. Вам расскажут, как люди работали в леспромхозах. Одна наша знакомая, она работала на судоверфи, она красила корабли. Женщина, маляр судовой, замечательно. Кто-то нашел новую родину в Карелии, а кто-то в Эстонии. В Эстонии тоже нужна была рабочая сила, в основном на сланцевых шахтах Кохтла-Ярве. И только после смерти Сталина возвращение финнов-энгермаланцев в родные места стало возможным. Но вернулись в родные деревни около одной трети депортированных. Ну и наконец последствия. Я подхожу к концу своего выступления. Немногочисленный, около 100 тысяч человек, народ, который компактно проживал в исторической Германландии. После вот этих трагических событий периода Второй мировой войны, нескольких депортаций, вы поняли, что их было гораздо больше, чем депортация из блокады в Сибирь и с территории оккупированной Финляндию. Этих депортаций было больше. В Ленинградской области не осталось ни одной деревни с преобладающим финским населением. А в душах многих финнов поселился страх. Люди боялись называть себя финнами, боялись говорить с детьми по-фински. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о реабилитации российских финнов было принято только 29 июня 1993 года. Обратите внимание о реабилитации российских финнов. Это значит, таким образом власть признала, что российские финны есть репрессированный народ. Таким образом власть извинилась перед народом. К сожалению, многие хорошие пункты этого постановления о реабилитации остались лишь на бумаге, но все-таки этот документ имеет огромное значение. Наш народ оказался рассеянным. В исторической Ингерманландии в послевоенные годы о преподавании финского языка и поддержке финской культуры даже речи не шло. Никто не собирался восстанавливать ни финские школы, ни возобновлять преподавание, подготовку учителей финского языка, об этом даже речи не было. По политическим причинам центр финноязычной культуры переместился в Петрозаводск. И там дела с финским языком и финской культурой были гораздо лучше, чем у нас. Там выросло новое поколение даже Ингермаланско-финской интеллигенции. Но, к сожалению, все, что построено верх ногами, рушится, и сегодня от Петрозаводской и Ингермаланско-финской интеллигенции остались крохи. Везде, где после Великой Отечественной войны проживали Ингермаланские финны, это прежде всего Ленинград и область, это Карелия, это Эстония, места ссылок в Сибири, а также Швеция. Эти люди оказались крошечным национальным меньшинством. А если вы крошечное национальное меньшинство, арифметика против вас. Это ведет к быстрой ассимиляции, утрате родного языка и утрате своей национальной идентичности. И это печальная история, но для того и существуют общественные организации, в частности наши, чтобы каким-то образом финский язык, финскую культуру, финскую историческую традицию на родине сохранять. Большую роль в этом играет также наша церковь, которая возродилась, можно сказать, из праха. и сегодня Евангелическая Лютеранская Церковь Ингрии на территории России это довольно хорошо чувствующая себя религиозная конфессия. Вот на этом я бы хотел закончить, может быть, ответить на ваши вопросы, а для тех, кто хочет знать подробнее о всем том, что я сегодня рассказывал, я рекомендую вот следующие источники, сделайте скриншот, попробуйте раздобыть эти книги, почитать их, и будете знать об этом гораздо-гораздо больше. Спасибо вам за внимание, готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам большое, Владимир Адольфович. Давайте перейдем к вопросам, вы склали ли в Сибири на Дальний Восток? Да, значит, в Сибирь ссылали, во-первых, во время войны из кольца блокады, это 42-й год, я уже называл Красноярский край и Якутия, но также много людей в Кемеровской области оказалось, в Новосибирской области, в Омской областях, также в Сибири люди оказывались в 37-38 году, вот эти ссылки во времена Большого террора, это 37-38 год, да, в Сибири инграманских финнов ссылали, кто-то там и остался, вот я вам показывал эти книжечки, они появились благодаря тому, что в городе Якутске есть финское общество. Спасибо за ответ, так, идем тогда дальше, был вопрос следующий, подскажите литературу, благодаря которой можно самостоятельно ознакомиться с темой, но вот литература есть на слайде, может быть, еще что-то вы упомянете? Ну, на самом деле, такая принципиальная книжка, самая главная книжка, это книга Вадима Ибрагимовича Мусаева, которая вот на этом слайде первая, это политическая история Ингерманландии, не бойтесь названия, книжка, хоть и научная, но она, так сказать, легко читаемая, есть также в Петербурге такое издательство Гйоль, после Г и краткое, потом О, Гйоль, мягкий знак на конце, оно в последнее время издает очень много литературы, касающейся Ингерманландской тематики, там есть очень специальные вещи, но есть и, например, перевод книги истории Ингерманландских финнов, эта книга вышла еще в 60-е годы прошлого века в Финляндии, но вот она Гйолем переведена, то есть запомните издательство Гйоль, найдите в поисковике какие книжки они предлагают, какие книжки у них есть, вы там найдете многие по истории Ингерманландии, ну а также значительное количество литературы по истории Ингерманландии написано на финском языке, но я думаю, что этот язык настолько экзотический, что немногим доступна эта литература. Спасибо, следующий вопрос, почему официальная власть, президент правительства Финляндии закрыли глаза на геноцид в Ингрии, тогда как депутаты националисты от ИКЛ, в частности Элиас Симойоки, трубили вовсю о трагедии? Ну не совсем, не совсем уж закрыли, потому что в Финляндии очень хорошо знали о ситуации в Ингерманландии и о положении нашего национального меньшинства. знали, потому что каждый раз, когда здесь начинались всякие турбуленции, например, гражданская война и революция, то в Финляндию побежали беженцы из Северной Ингерманландии и, конечно, они рассказывали, что здесь происходит. Кстати, значительная часть этих беженцев потом вернулась в Советский Союз по вере в политике НЭПа. Второе, вторая ситуация была очень острая в 30-31 годах, когда началась коллективизация, и это тоже было чудовищно, в Финляндию опять побежали люди и они отлично рассказывали, что происходит на другой стороне границы. И, внимание, вот вы говорите, что совсем закрыли глаза. Не совсем Финляндия закрыла глаза, потому что в 31 году Финляндия была единственной иностранной державой, которая Советскому Союзу представила ноту протеста в связи с нарушением прав финского национального меньшинства, которое связано было именно с вот этой самой коллективизацией. Так что финское правительство таким образом отреагировало. Правда, Советский Союз эту ноту фактически проигнорировал. Он сказал, что это внутреннее дело и осталась она без последствий. Но все-таки сам факт важен. В те времена Финляндия не хотела обострения отношений с Советским Союзом. В 1932 году подчеркиваю, это привело к заключению пакта, договора о взаимном ненападении. Так что в начале 30-х годов, как бы там националисты не кричали, Финляндия стремилась к добрососедству с Советским Союзом. Спасибо за ответ. Был вопрос о том, как обосновывались депортации, какой была мотивация. Но я думаю, что вы достаточно обстоятельно об этом рассказали. Я пытался об этом рассказать, особенно касательно той темы, которая задавалась, то есть депортации 1942-1944 годов. Что касается более ранних, конечно, я бы мог рассказать подробнее, но это не тема сегодняшнего выступления. Такой комментарий или вопрос. Наш участник спрашивает, может ли быть так, что гражданин РФ с финской фамилией это с высокой вероятностью потомок депортированных финнов. Кажется, я нашла предков одноклассницы только что, у нее финская фамилия, боюсь, она не знает и навряд ли захочет узнать судьбу тех, кто старше и далее деда. Вот вы хорошо сказали потомки депортированных, но вы хоть догадываетесь, что репрессированным является весь народ? То есть одних отправили в Сибирь, других в Финляндию, потом не пустили домой. Вы знаете, вот те, кто оказались в Сибири, они сегодня имеют право на справку о политической реабилитации. Они все жертвы политических репрессий, потому что эти принудительные, так сказать, эвакуации, эти депортации проводились по национальному признаку. все, все, кто были в Сибири, такие справки получили, имеют право на них. Те, кто прошли путем через концлагерь Клога и Финляндию, те получили справки о том, что они являются узниками фашистских лагерей, а других в общем нет. В общем весь народ прошел через это. Я все время говорю о том, что о каждой ингерманландской семье можно писать роман. Это будет такая печальная история депортации, переселения с места на место, переезда с одного места на другое, поиск, так сказать, новой родины, поиск того места, где вы можете построить свое будущее. Спасибо за ответ. Есть следующий вопрос. Могли бы вы пояснить название территории Ингерманландия? Ну, знаете, если происхождение видимо самого слова интересует. Но я не знаю, тут есть всякие разные байки на тему жила-была шведская принцесса Ингегерт, которая вышла замуж за новгородского князя Ярослава, он потом, кстати, стал новгородским князем и даже мудрым, то есть киевским князем и даже Ярославом мудрым, и принцессу это звали Ингегерт, и якобы в подарок она получила в свадебной эти земли, если сказать по-шведски земли, земля людей Ингер, то получится Ингерманланд. Ну, это сказка вообще, чистое, так вообще географические названия не образуются. Длинная история, потому что все происходит от слова Инкери, Инкери, Йоки, так называется Ижора, но и Инкер, и Инжер, это филологи говорят одно и то же, поэтому сначала река Ижора, от нее вся страна Инкери, так по-фински, если мы добавим к этому слово земля, то получится Инкеринма, шведы, которые не понимают по-фински, добавляют к этому Инкеринма, Ланд, уже два раза земля, Петр Первый отвоевывает и приделывает еще Ия, это, кстати, тоже обозначение страны, земли, и что получается, получается, тройная тавтология, Ин, проблемы, как бы, русского языка, да, в пфинском языке слово Инкери, и нам достаточно его, откуда взяла река свое название, ну, говорят, что есть такой глагол, диалектный, Ингерта, это извиваться, делать повороты, делать изгибы, и возможно, что река Ижора, кто ее знает, это такая извилистая река. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли сообщества или организации, помогающие восстановить историю предков вроде мемориала, только именно по ингерманландским финнам? Ну, такой специальной организации нет, но в некоторых общественных финских организациях в России есть люди, которые умеют это делать. Ну, вот, у нас в Петербурге, я знаю двоих, кто вам расскажет, как вообще это грамотно делать, где находятся эти самые архивы. Для того, чтобы получить эти контакты, надо просто связаться с Санкт-Петербургским добровольным обществом Инкерин Литто, вы можете найти его в интернете, записать телефон 713-25-56, звоните, поможем. Спасибо. Следующий вопрос. Вы сказали, что когда германские войска заблокировали Ленинград, финские войска остановились на советско-финской границе и не пошли дальше. Можно ли это как-то объяснить? Ой, ребята, есть специальные так сказать, люди, которые ничем другим не занимаются, кроме как военной истории. Значит, во время войны белых и пушистых не бывает. Финляндия остановилась на своей старой границе, потому, что дальше начиналась оборонная линия, которая была построена, Карельский укрепрайон, так называемый, который был построен еще до 1939 года. Штурмовать его, значит, терять людей. Штурмовать Ленинград, что с ним потом делать, совершенно неизвестно. Да и сам Маннергейм ни за что не соглашался, несмотря на призывы Гитлера участвовать в штурме Ленинграда. Но в Карелии восточной финны двигались аж до самого Нежского озера. Если вы знаете, они взяли Петрозаводск и вышли на реку Свери. Так что где-то финские войска остановились, а где-то финские войска продолжали наступление. Я не думаю, что финская армия столь велика и могуча, что может продолжать наступление аж на двух направлениях. Хотя я не специалист военной истории. Задайте этот вопрос кому-нибудь другому. Да, спасибо. Следующий вопрос. Есть ли в Москве приходы лютеранской и германландской общины? Именно есть. Как же этот приход называется? Троицкий приход, Троицкое лютеранское кладбище, при нем церковь. И в Москве лютеранский приход и финское общество действуют вместе. Там нет никакого разделения. Если они собираются, то собираются вместе. Лютеранская церковь, по-моему, а Троицкая она называется, если я правильно по-моему. Еще такой вопрос. Какие вы видите пути сохранения памяти и наследия культуры, работы с потомками? В чем конкретно вам нужна была бы поддержка? Спасибо за вопрос. Мне нужно полтора часа, чтобы ответить. Наше общество организовано в 1988 году. Сообразно обстоятельствам жизни мы пытаемся вот этим делом и заниматься, сохранять финский язык и финскую культуру. Первым делом, что мы делаем, мы преподаем финский язык, потому что финский язык надо спасать. С ним беда, потому что подавляющее большинство инграманских финнов уже по-фински не говорит. Во-вторых, даже выучив язык, финном не станешь, поэтому нужно заниматься культурной работой. И у нас есть музыкальные коллективы, у нас есть всякие просветительские проекты, мы издаем какие-то такие брошюры, мы пытаемся быть активными в интернете, рассказывая о культуре и в истории нашего народа. Очень важно рассказывать об истории нашего народа, потому что когда люди совсем ничего не знают о своих корнях, они просто не знают куда дальше плыть. Ну а дальше множество маленьких вопросов. Как работать с молодежью, которая так занята, которая так сильно учится, которой еще подрабатывать надо? Как работать с детьми? Все эти вопросы, на которые мы ищем ответы каждый день. Конечно, бывают и детские лагеря, и пытаемся привлекать толковую молодежь, например, на разные проекты, связанные с интернетом, но это очень сложная многоплановая работа. Я бы сказал так, что мы понимаем довольно неплохо, что делать, но очень часто не хватает ресурсов. Ну денег-то всегда не хватает, это само собой, но не хватает просто, так сказать, интеллекта, рабочих рук. Мы нуждаемся в поддержке. Приходите к нам, все, кого эта тема интересует. Если вы не финны, все равно приходите. Спасибо. Еще вопрос был, подскажите, в СМИ как-нибудь упоминалась информация о депортациях. Если да, то в каком ключе и что писали? Ну да, то есть были такие славные времена, когда газеты писали о нас и часто и в 90-е годы, и в нулевые годы о нас писали газеты, и мы хорошо сотрудничали с санкт-петербургскими ведомостями. в последнее в последнее время как-то все изменилось, но не могу сказать, что нас как-то замалчивают, или у нас совсем нет доступа к СМИ. Мы пытаемся на уровне города, области заявлять о себе, ну в частности, например, большими праздниками. Мы проводим большие народные праздники. Администрации это часто финансируют, поддерживают нас. То есть мы сотрудничаем в этом смысле с властями. Мы пытаемся выигрывать какие-то гранты для больших культурных проектов. Ну вот, что-то такое делаем. Спасибо. Тогда к следующему вопросу. Такой комментарий. По сути, ингерманландские финны остались никому не нужны ни СССР, ни Финляндии в годы войны, так как их ссылали в концлагеря. Вопрос такой, что никому не остались нужны ингерманландские финны. Правильно, это наш слушатель. Отчасти он прав. Ну, о нецелесообразности проживания финнов в Ленинграде и области я уже говорил, да? Так власти решили. А вот вы помните, что я вам говорил? Согласно договору между Финляндией и Советским Союзом 1944 года подлежали возвращению в Советский Союз граждане СССР. А если Финляндия дала гражданство этим самым переселенным туда финном, их бы не надо было возвращать. Но Финляндия этого не сделала. Она гражданство не предоставила. И поехали эти финны обратно. финская полиция частенько помогала, так сказать, собирать ингермаланских финнов и отправлять их на сборные пункты. Правда, были и другие полицейские, которые предупреждали, что завтра за вами придут, пароход в Швецию отходит через два часа. Были и такие, по-разному. Но действительно, чувство вот никому ненужности в душе каждого ингермаланского финна в известные периоды нашей истории поселялось. Это было, конечно, очень-очень горько. Понятно. Спасибо за ответ. Вопрос такой. Кого именно? Русских, украинцев, армян и так далее заселяли в только что опустевшие дома депортированных и какова их доля? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Да, после того, как, например, из блокады людей вывезли, я оттуда из Северского района и с Колтушей, про то я все знаю, и финские дома опустили, после войны в эти дома заселяли людей из тех областей России, которые особенно пострадали от войны. Например, Смоленской, Псковской областей. Там были сожжены целые деревни. Так вот, почему-то было принято решение, что эти деревни мы не восстанавливаем, а этих людей, которые остались из крыши над головой, переселяем вот в Ленинградскую область, в эти пустые дома. И в детстве я играл с ребятишками, с мальчишками на дворе, которые вот были детьми этих самых переселенцев, ну и в соседнем доме жили из Псковской области, где-то жили люди из Смоленской области. Вот так. Большинство это были русские. Нерусских поселяли в Северном Преладож, если вы знаете. В Северном Преладож и в районе Сортово, Лаваттам, Вахденповский район. Туда почему-то очень много белорусов посылали. Но Белоруссия тоже была сожжена, деревня, деревня уничтожена, тоже жить было негде. Вот туда посылали белорусов. Спасибо. Вопрос такой. Германланский диалект отличается от финского. Ну, конечно. Знаете, если у сегодняшнего финна спросить, сколько языков ты знаешь, он скажет два. Родной и финский. Потому что каждый финн говорит на своем диалекте. И, кстати, уважительно к этому относится. И здесь говорили, конечно, на своем диалекте. Ну, какие-нибудь умные филологи бы сказали, что здесь был и не один диалект. Но чем он отличается от финского? Ну, прежде всего, тем, что в нем огромное количество заимствований из русского языка. Ну, естественно. Наши предки пришли сюда в 17 веке. Железная дорога появилась в 19. Все термины, которые касались железной дороги в местный финский язык откуда пришли? Ну, понятно, из русского языка. Поэтому у нас на местном диалекте вагон – это вакона, а вокзал – это ваксали. Хотя по-фински это совсем иначе. Есть и другие некоторые отличия, но я боюсь, что этот разговор будет интересен больше всего филологам. Следующий вопрос. Как вы оцениваете положительно, отрицательно, эффективно, неэффективно и так далее политику СССР по отношению к ингерманландским финнам и прочим финноязычным народам? Ну, вы знаете, я как-то писал, написал даже какую-то статью, по-моему, по-английски, где я назвал «Зигзаги национальной политики Советского Союза». Дело в том, что вот национальная политика СССР – это очень интересный объект для изучения. Ведь она менялась неоднократно. Вот я вам говорил, одно дело политика коренизации. Окей. Много хорошего. Здорово. Затем раз резкий поворот. Повороты иногда были настолько крутыми, что в 38-м году финский язык был запрещен в Карелии как буржуазный и фашистский. А на его место велено было придумать карельский язык. Пролетарский. И такой карельский язык просуществовал два года. 38-й, 40-й год. В 40-м году в Карелии вернулись к нормальному литературному финскому языку. Вот смотрите, какие повороты. То финны никому не нужны, то они нужны для этой самой армии. То финны опасны и подозрительны, но после смерти Сталина, например, местные власти у нас в Ленинградской области, они содействовали, они помогали с пропиской, с возвращением в свои дома. Можно было вернуться в свой дом, доказав по домовым книгам, что это твой дом. То есть, вот опять позитивный поворот, замечательно, прекрасно, превосходно. В перестройку стала возможность открытой деятельности общественных организаций, возродилась церковь. Вот смотрите, сколько поворотов и зигзагов на этом пути национальной политики Советского Союза. Ее невозможно оценить однозначно. Спасибо. Такой вопрос определяет ли кто-то из Инкери себя как Эвремейсов и Саввакотов или это различие давным-давно стерлось? Да, это различие стерлось в основном уже в начале 20 века. Но вот как показывает последняя перепись, есть отдельные уникумы, которые хотят быть Эвремейсами и Саввакотами. Ну, большинство людей, я думаю, не знают, кто это такие. Это такие две культурные традиции внутри ингермаланских финнов. Одна более архаичная, их называют Эвремейсами, другая более, как сказать, продвинутая, перспективная, их называют Савваки. Вовсе не обязательно одни являются выходцами из прихода Европы, обязательно есть, был такой приход на Карельском перешейке, и вовсе не обязательно, что другие являются выходцами из области Савву. Но это уже, так сказать, детали, которые, видимо, не всем понятны, всем интересны. Спасибо. Вот такой у нас был вопрос. Он касался именно деятельности общества Инкерин Лито. Вопрос по поводу устава Инкерин Лито. Устав составлялся во время перестройки. В нем написано, что устав временный. Тот устав, по всей видимости, устарел. Планируется ли новый устав? Да, мне очень приятно, что кто-то знаком с нашим первым уставом. Это очень трогательно и приятно. Действительно, наш первый устав был зарегистрирован властями Ленинградской области 30 января 89-го года, и мы стали первым национальным объединением во всем нашем регионе, которое получило регистрацию и официальные права действовать. После этого российское законодательство об общественных организациях изменялось столько раз, что нам приходилось редактировать этот устав, изменять и перерегистрировать, я не знаю, минимум два раза, может быть, три. Меня поправят те, кто это лучше знает. Поэтому в ныне действующем уставе там нету ни слова временной, и он сделан в соответствии с требованиями ныне действующего российского законодательства об общественных организациях. От себя задам вопрос. Скажите, какая-то возможность реституции вообще существует в восстановлении имущественных прав для финновой дермоглаза? Это определяется законами Российской Федерации. Есть правила, согласно которым жертвы политических репрессий могут претендовать на восстановление своих прав на имущество и так далее. Это, во-первых, крайне сложно, потому что нужно доказать список этого имущества, которое было утрачено, где вы его возьмете. Во-вторых, это символические суммы, на которые сегодня дом не купишь, а козу, наверное, можно. Поэтому фактически игра не стоит свеч. Но в законах о реабилитации жертв политических репрессий такие механизмы прописаны. Кстати, наше общество занимается некоторой юридической поддержкой гермаланских финнов. И вот аудитория, которая нас сегодня слушает, в этой аудитории есть вот наш юрист, председатель Санкт-Петербургского отделения общества Инкеринли, это Елена Тикка. Так сказать, звоните, обращайтесь к ней, она на эту тему знает гораздо больше, чем я. Понятно, спасибо. Вопрос такой, немножко общего, наверное, характера. Вопрос про красное и белое движение. Какая власть больше, на ваш взгляд, способствовала сохранению, а какая уничтожению родных языков? Вот так. Если понятен вопрос, то вот так. Непонятен вопрос, но это вопрос как бы ни о чем, потому что белая власть себя никак не показала, что же она может и чего она хочет. Она просто потерпела поражение в войне, поэтому какова бы была политика белой власти, мы не знаем. Так, вопрос такой, какое отношение имеют к финнам Энгерманланцем, регионалисты из движения Свободная Ингрия и почему они используют вашу символику? Ответ никакого отношения к нам не имеют. В этой так называемой организации состоят только русские, они играют в Энгерманландию, ну, а использовать нашу символику никому не запрещено, к сожалению, монополии на это у нас нет. Ответ понятен, тут, значит, комментируют, что, может быть, имелись в виду меньшевики-большевики, но меньшевики точно у них, наверное, никакого нет. Но меньшевики такие же социал-демократы, как большевики. Да, там какого-то отдельного языкового вопроса вроде бы в отношении них там как-то не составишь. Мы чрезвычайно благодарны Владимиру Адольфовичу за очень интересный такой фундированный рассказ по столь важной теме. Спасибо, если вам было интересно, очень рад. Еще раз спасибо Владимиру Адольфовичу и до скорых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok